ЗАПРЕТНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Конец неожиданной сказки жизни. Национальный музей Тараса Шевченко. История его коллекции, как и сама жизнь Великого Кобзаря, полна трагизма, лишений и насилия. Коллекция, родившаяся из смерти, стала бессмертной. Бережно сохраненная преданными сторонниками Шевченко, оказалась и даром ненужной Киевской городской думе. А в современном виде появилась благодаря насилию, совершенными большевиками над частными владельцами экспонатов. И сегодня под его крышей сохраняется, казалось бы, простой, но в то же время загадочный экспонат. Итальянский карандаш, бумага, размер 47,5 на 38 сантиметров. На рисунок женская головка. Работа, написанная в 1830 году, сбивает с толку именитых шевченковедов. И дальнейшие рисунки, которые считают более такими аутентичными, они действительно разнятся по стилистике. По сравнению с женской головкой, карандашным рисунком, портрет отца несколько наивен. Исследователи не могут точно сказать, ни кто изображен на рисунке, ни почему он качественнее дальнейших работ. Жизнь – вещь загадочная и непредсказуемая. Вот в частности то, что когда-то маленький художник считал проклятием, стало его счастливым билетом во взрослую жизнь. И это далеко не единственный парадокс в жизни великого Кобзаря. Например, общеизвестный сегодня украинцам и всему миру, как поэт, о литературном творчестве он долго даже не задумывался. Потому что с детства вынашивал мечту стать художником, чем изрядно удивлял своих односельчан. В погоне за этой мечтой Шевченко потерял и первую еще юношескую любовь, и, казалось бы, все шансы на воплощение этой самой мечты. Хотя случилось это и не сразу. Правнук сразу нескольких выдающихся предков. Соавтора гимна Украины Николая Вербицкого-Андиоха и украинского писателя Пантелеймона Кулеша Владимир Сиротенко-Вербицкий о Тарасе Шевченко знает из рассказов своих дедушек и бабушек. Что в этих рассказах правда, а что все же выдумки точно сказать не может. И все же те вечерние разговоры сохранили для нас много интересного о Тарасе Шевченко. И же выписали о становлении Шевченко и как поэта, и как художника. Поэтому Владимир Сиротенко утверждает, что не обошлось здесь без женских чар, пикантных обстоятельств и сплетен. Когда его дедушка Яким Бойко сходил к управляющему Ангельгартов Дмитриенко, тогда его забрали порученцем к Яну Дымовскому, соуправителю Моринцев. И он послал его сначала на кухню, а когда увидел, что парень умный, стал обучать его польскому языку. Впрочем, малого Тараса больше тянуло не к языкам, а к рисованию. Поэтому от Дымовского он сбегал в Бурьяны, где и занимался любимым делом. Но однажды помещику Павлу Ангельгарту понадобился казачок. Известие о решении отдать его пану в качестве слуги стало для Тараса настоящим шоком. Но то, что казалось крахом, оказалось началом большого взлета. Главным человеком, который сделала Шевченко гения, была София Ангельгард. Он для нее был вольтеровским простодушным. Она его воспринимала так и так его воспитывала. Все его образы, все его мечты были связаны с ней. Она была для него богиней, как бы богиней-хранительницей, берегиней. Но София Ангельгард, словно греческий скульптор Пигмалион, лепила своего Шевченко, только не мифического, а реального. Давала ему книги из библиотеки мужа, чтобы тот освоил разные языки. И делала это тайком от мужа. Литературный язык он изучал по Адаму Мицкевичу, который, кстати, не был поляком, а был литвином. Гувернантки по приказу Софии Ангельгард также учили его и французскому, и польскому языкам. Формированием своей личности молодой Тарас обязан и Софии, и польскому поэту Адаму Мицкевичу тоже. Госпожа пыталась сделать своего подопечного художника похожим на своего любимого поэта. Во время проживания с Ангельгардами в тогдашней Польше Шевченко учил не только языки. На период пребывания юноши в Вильно приходится две работы, которые вызывают горячие споры у исследователей и сегодня. Первая известная работа — это карандашный рисунок «Женская головка» 1830 года. В том же году, в этот же период, выполнен и портрет отца Шевченко. И в свое время у исследователей наследия Шевченко были вопросы к этому портрету отца, к авторству — Шевченко или не Шевченко. Потому что по сравнению с женской головкой, карандашным рисунком, портрет отца несколько наивный. Любой художник, у которого нет профессионального образования, начиная копировать работы у художников, обретает мастерство. Когда он, не имея профессионального образования, начинает рисовать сам, конечно, здесь проявляются все его особенности, где он сам. Поэтому вот такие разные по стилистике ранние рисунки, они как раз и показывают это развитие Шевченко-художника. Еще одна тема для ожесточенных дискуссий — кто изображен на рисунке. Здесь существует несколько версий. «Женская головка» — это копия с гравюры неизвестного автора. Но есть и другая, более красивая и романтическая версия, согласно которой это изображение французской артистки Адрианы Лекуврер. Эксперты отмечают тонко переданные черты женского лица, нос, рот, глаза, роскошные волосы и прозрачная накидка на голове и плечах. Даже не скажешь, что работа принадлежит 16-летнему художнику-самоучке. И действительно ли самоучке? Вилинский этап — едва ли не самый загадочный период жизни будущего художника и поэта. И работа «Женская головка» — едва ли не единственная, уцелевшая с тех пор. Исследователи и сегодня не могут точно сказать, что происходило с Шевченко в тот период. А те, кто что-то утверждает, изрядно будоражат своих оппонентов. Есть сведения, что он учился у профессора Рустема. Достоверной информации о том, как происходил учебный процесс в этот период, ее нет. Вот только по рисункам мы можем говорить, насколько менялась его творческая манера. Как признает Владимир Сиротенко, обучение у основоположника Литовской национальной художественной школы, профессора Виленского императорского университета Яна Рустема — это лишь капля в море. Было и обучение в университете. А случилось это при весьма пикантных обстоятельствах. София Энгельгард была тогда первой красавицей в Вильне. Чтобы она утвердилась в этом статусе, надо было, чтобы ее нарисовал лучший портретист того времени — Иоганн Лампи, который тогда гастролировал в Вильне. Но у него тогда была такая привычка, как и у всех художников. Он натуру рисовал обнаженной, а затем уже на нее одевал наряд. Такой интересный метод позволял сделать красавицу даже из старой девы. А все его полотна были как живые. Иметь такой портрет и тем самым подчеркнуть высокий статус жены Хотел и Павел Энгельгард, но слишком опасался последствий. Но если София знала, что она будет обнаженной, то ясно, что художники переспят с ней. Но отказаться от портрета означало признать, что София — не первая женщина в Вильне. Позволить этого Павел не мог. Тем более, что жены его знакомых уже имели такие портреты. Но и получить рога, а как свидетельство светские сплетни, без этого никак ему не слишком хотелось. Дилемма, развязать которую помещик решил очень оригинальным способом, с которого и начался большой взлет. То для этого к Софии он прикрепил Тараса. Тарас фактически был ее, не его казачком, а ее порученцем. Вот так, сохраняя честь своей покровительницы и репутацию господин, Тарас Шевченко получил возможность наблюдать за работой настоящего профессионала. Иоганн Лампи и дал ему путевку в творческую жизнь. Посоветовал отдать к лучшему художнику Вильню, Яну Сурустемасу, который преподавал в Виленском университете. Обучение или не обучение Шевченко в Виленском университете – очередная загадка, которая не дает покоя исследователям. Многие этот факт отрицают. Однако одно из писем Шевченко этот факт подтверждает. «Теперь я могу тебе сказать только, что уговаривал когда-то ученикам своим старик Рустем, профессор рисования, прибывшим в Виленском университете. Шесть лет рисуй и шесть месяцев молюй, и будешь мастером», – писал своему товарищу, польскому художнику-историку Брониславу Зеленскому Тарасу Шевченко. Но чтобы попасть туда, нужно было иметь студенческое удостоверение. Это удостоверение сделал по просьбе Софии старший брат Нестора, кукольника Платон, который был там заведующим администрацией. Студенческий билет Шевченко – еще одна пикантная тайна. Учиться в Виленском университете крепостной, а именно им был будущий поэт и художник, права не имел. Убедить кукольника дать такой пропуск помогло обаяние Софии Ангельгард и большая тайна, которую якобы знало окружение Шевченко. В метрической книге за 1814 год есть запись под номером 10 о рождении Тараса Шевченко. У жителей села Моринец Григория Шевченко и жены его Екатерины родился сын. Далее пишет о том, что крестили его Тарасием. Вся история вытекает из того, что в книге написано «Агафий» вместо Екатерины. И уже позже другим почерком, другим чернилом исправлена на Екатерины. Некоторые исследователи предполагают, таким образом пытались скрыть информацию о настоящих родителях Шевченко. Одно простое исправление уже в наше время породило, казалось бы, невероятную версию. Тарас Шевченко – никто иной, как внебрачный сын царского родственника великого князя Константина Павловича. Однако сотрудники музея считают эту версию абсурдной, а скандальные исправления объясняют обычной ошибкой священника. Запись осуществлял священник. Священник переписывал шаблон с предыдущей записи, где, собственно, и написано имя женщины Агафьи. Почему сразу не исправили? Очевидно, не увидел этой ошибки. Почему позже не исправлена? Когда Шевченко жил в Киеве и подал заявку на должность учителя рисования при Киевском университете Святого Владимира, ему для этого нужны были документы, подтверждающие его личность, в том числе и выписка из метрической книги о рождении. В том числе и выписка из метрической книги о рождении. По словам Любови Таращук, ошибку в метрической книге исправили после того, как Шевченко обратился в консисторию, в которой хранилась метрика. Но Владимир Сиротенко с таким объяснением не согласен. Самое смешное, что это не новаторская идея, об этом говорил весь Петербург, когда Шевченко был молод и учился в академии, поэтому и была у него такая бешеная популярность. Но как в наше время есть цензура, так и в те времена была. Говорить о царских бастардах никто не мог. Возможно, потомкам столбовых дворян не хотелось держать в статусе Бога простого крестьянина, а может, они действительно верили в голубую кровь Тараса. Возможно, другой вариант. Люди не могли поверить в то, что простой, украинский крепостной, стал выдающимся художником и великим поэтом. И то ли из-за предубеждения, то ли из-за зависти начали распространять слухи об аристократическом происхождении Шевченко. Где-то из блокнот Нестора Кукольника его отобрали у моего деда Николая Воронова, когда того арестовало в ЧК. Но в очкисты и ГПУшники торговали всеми этими раритетами, и есть слухи, что этот блокнот за тысячу золотых рублей продали на Запад вместе с раритетами Третьяковской галереи и Эрмитажа. А в той записной книжке есть о происхождении Тараса Шевченко. Так или иначе, наименая эти сплетни, по словам Владимира Сиротенко, и помогли Шевченко попасть в Виленский университет. София устроила Тараса Шевченко в Виленский университет. А не надо говорить, что он освоил только два класса школы. Он еще учился более года в Виленском университете. Обучение у Шевченко в Виленском университете и вообще пребыванию семьи Энгельгартов в столице нынешней Литвы положило конец ноябрьское восстание 1830-1831 годов. В спешном порядке Павел Энгельгард, который был русским офицером, переехал в Петербург. Уже там, в марте-июле 1840 года, Шевченко познакомился с купеческой семьей Варовых. И одному из них, Александру Ивановичу, он подарил свою первую профессиональную работу – женскую головку. А из его собрания она через несколько рук и учреждений дошла до Национального музея Тараса Шевченко, где и сейчас эта небольшая работа продолжает сохранять большие тайны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова